Это он надевает резиновые перчатки поверх шерстяных из-за того, что руки потеют в резине. А вот это он надевает пластиковые перчатки, вот эти вот желтые. Нет, они не защищаются, это только защита от загрязнений, они не снижают уровень радиации, они абсолютно радиопрозрачны, можно считать. Вене Прямочников вот стоит прямо к нам лицом. Ну вот этот вот человек мне тоже очень знаком, это Виктор Иванович. Виктор Иванович, очень выносливый, ему было за 50, вот на этом снимке, где-то около 60, и он еще был таким сильным, что давал нам фору, 40-летним. Вот фамилию Виктора Ивановича я знал, но забыл. Вот это все представители союзных институтов. 15.00, мы попадаемся по некому. А куда они собираются идти, я не знаю. Ну они идут, похоже, в подреакторное пространство, судя по коридору, это ниже нулевой отметки. Хотя нет, отметку я здесь затрудняюсь, слишком много дверей. Это они идут с первой очереди по золотому коридору к третьему, четвертому блоку. У них пластикат с толщиной миллиметра три или четыре, и он свернут в рулон. Вон Артамонов стоит, Ютемовец в то время. Зачем он? Смотри, что он берет. Боря сейчас живой. Такой же, стройный. Но, правда, перенес шунтирование операции. Две. Мелом они как раз обозначали место прохождения, маршрут. Опускается товарищ с проволокой. Может, это сварочная проволока? Это ниже реактора. Подреакторное пространство. Лестничек, перчатки, грёвку. Я даже не знаю, куда идти. Намерены пойти. Бункер, дайте Минэнерго. Дежурного по Минэнерго. Вы гляньте налево. Через 15 минут проделав подготовительные работы, уходим в бассейн, ботер. Все. А, ну все. Вот, под реактор, а не, значит, бассейн ботер. Уходят они через 15 минут. Так, одевая двоих, его и меня. На каждого побои человека. Так, кино. Тогда все дышали тем, что реактор прогорит. И, не дай бог, топливные массы, которых не оказалось в реакторе, проплавится туда, в бассейн ботер попадут. Ну, там предполагалась вода для охлаждения. И если бы топливные массы туда попали, то был бы взрыв. Все, хорошо. Снимай, не надо. Сними, торчат. Сними. На выходе, вот там, где... Одевай респиратор. Одевай. Респиратор одевай и все за шею. Не так наверху, с шеей. Сначала одеть. Сначала. Да, мандражит, конечно. Думает, что последний путь его провожает. Он кудрявый такой. Куда вот он с такими волосами полез? Ну, он еще капюшон наденет, кроме респиратора. И будет защищен полностью. Вот Веня. Вот он, Веня. Если бы он одел просвинцованный костюм, такие имелись, но то он был бы неповоротлив и получил бы не меньшую дозу, а скорее всего, что большую бы за счет времени пребывания и за счет неповоротливости. Вот подреакторное пространство прожено. Артамонов как раз участвовал в этом прожиге. И его партнер, вот тот усатый мужчина, с которого снял лепесток именно Артамонов и представил его публике как героя. «Давай посмотрим вот эти кадры, а?» «Счастливо!» «Счастливо!» «Зачем он?» «Смотри, что он герой!» «Счастливо!» 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 И Веня туда заходит, да. В бассейне в Барбатерии там установили датчики радиационного контроля и температуры окружающей среды. Тогда можно было узнать радиационную обстановку в любой точке ЧАЭС, на любом объекте.